Продолжим грамматический разбор Суры Аль-Кари'а «Великое бедствие» Мы дошли до айта «Яв маяку нуннасу кальфараш и лмабусу» «Великое бедствие наступит в тот день, когда люди будут подобны рассеянным мотылькам» «Яв ма» – это «зарфу заманин» – «обстоятельство времени» То есть слово, обозначающее время совершения действия То есть когда «Великое бедствие» устрачит людей «ТАКРАХУМ ЯОМА ИЛА АХРИ» – «Оно устрачит их в тот день» и т.д. Есть различные мнения насчет того, что является амином Фактором, который поставил это имя в состояние насп в винительной поддержки Таких мнений несколько, мы же проведем два наиболее легких Первое – это упомянутые нами, что это имя «Яв ма» Поставлены в состояние насп подходящим по смыслу факторам амином мунасиб Например, «ТАКРАХУМ ЯОМА» – «УСТРАЧИТ ИХТОТ ДЕНЬ, КОГДА» и т.д. Или же «АЛМАФУМА МИЛЛКАРИАТ» – «КОТОРЫ ПОДНИМАЕТСЯ СЛОВА «УСТРАЧАЮЩИЕ» Или же это может быть «ТАТИХМ АИЛКАРИАТ ЯОМА» – «УСТРАЧАЮЩИЕ» «Придет к ним в тот день, когда» и т.д. Согласно другому мнению, «Яв ма» – это «МАФУЛИМ БИХИ» Прямое дополнение для скрытого амина фактора «ЛЯ АМИЛИН МАХЗУФИ» Например, «УЗКУР ЯВМА ИЛА АХРИ» «Вспомнить тот день, когда» и т.д. «Вспомнить тот день» В обоих вариантах «Яв ма» – это «МАНСУБАН БИАМЛИН МУКОДАЛИН» Поставлены скрытым фактором в состояние в винительной поддержке «УАЛАМАТА НАСПИ» – признак в состояние в этом имени «АЛЬ ФАТХАТАЛЛЛАХИРАТУ АЛЯ АХРИ» «ЯВМА ИЛА ФАТХА НА ИЛА КОНЦЕ» А что касается его «АМИЛ» – фактора «АМИЛ», который и поставил его в состояние в состояние, то будет это «ТАКРАУХМ» – значение «УСТРАЧИТ» «УСТРАЧИТ ИХ» «ИЛИ ТАТИХМ» – «Придет к ним» «ИЛИ УЗКУР» – «УПОМЕНИ» «Вспомни» и т.д. «Каждый из них является глаголом» или «ФАЛЛАММУДАРАУН» – глагол «Настоящее будущее время» как «Первые два» или «ФАЛЛАММР» – глагол «Повеление» «Приказы» как «Последние». И каждый из этих глаголов со своим фаалом это «УАЛФАЛЛАМАА ФААЛИ» например, глагол «ТАКРА» или «СКРИТА В НЕМИСМЕНИХИЯ» т.е. «АЛФААЛЛАМУДМАРА» все это «ДЖУМЛАТУН ФААЛИТУН» – глагольное предложение «МУСТАНАФАТУН» или «ИСТИНАФИЯТУН» возобновляемое новое предложение «ЛАМХАЛЛАЛАГАМИНАЛ ИРАБИ» не имеет места в падеже. Дальше мы говорим, что «ЁМА» – это «МУДАФ» первый член изофитного сочетания, так как удаление «ТАНВИНА» на его конце «ХАЗФУТ ТАНВИНА» указывает на то, что это слово, образно говоря, открыто, не завершено, не закрыто, т.е. связано с тем, что состоит с ним в изофитной связке. А чтобы указать его «МУДАФИЛЕЙ» – второй член изофитной связки, мы сначала должны разобрать следующее за ним предложение «ЯКУНУН НАСУ», так как особенностью слово «ЁМ» является то, что его «МУДАФИЛЕЙ» – его второй член изофитной связки может быть «ЖУМЛЯТУМ» – предложением, которое рассматривается как одно имя, как одно целое, а поэтому это предложение всегда бывает в «ИМАХАЛЛЕ ДжАРИ» на месте падежа «ДЖАР». «ЯКУН» – это «ФАЛЛУН МУДАРИН» – глагол настоящего будущего времени. «МУДАСАРУЛЬФУН МИН КАНАН НАКУСЫ» образован от «недостаточного» глагола «КАНА». «ЯРФАЛЛИСМА УЯНСАБУЛЬХХАБАРА» – ставит «ИСМ», то есть свое имя, в состоянии «РАФ» – в именительной падежи, а свой «ХАБР» – в состоянии «НАСБ» – в винительной падежи. То есть «КАНА» и «ЯКУН» – это один из так называемых «недостаточных» глаголов, как «ЛЕЙСА», например, «САРА», «АМСА», «АСБА» и т.д., которые добавляются или, скажем, вводятся в именное предложение «ДЖУМЛЬТУНСМИЕТН», состоящее из подлежащего и сказуемого «МУПТАДАВА ХАБР». Эти глаголы ставят «МУПТАДА», подлежащее в состоянии «РАФ», после чего оно уже называется «ИСМУКАНА», именем глагола «КАНА», например, а также ставят «ХАБР», сказуемое, подлежащее в состоянии «НАСБ», в винительной падежи, после чего оно уже называется «ХАБРУКАНА», «ХАБР» – глагола «КАНА». Названы эти глаголы «АФАЛУН НАКСА» недостаточными глаголами, так как они не ограничиваются в составлении предложения одним именем, которое они ставят в состояние «НАСБ» . А наоборот, они нуждаются во втором завершающем смысле имени, которое они ставят в состояние «НАСБ» . Думаю, этого достаточно на сегодня, инша Аллах. Продолжим на следующем уроке. Аллаху а'лам. Продолжение следует. ... ...